Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до конца марта арест предпринимателю Александру Ебролидзе, который обвиняется в присвоении почти 3 миллиарда рублей из кассы Констанцбанка в 2016 году. Бизнесмен не признает вины и считает, что его оговаривают. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ебролидзе, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного Ч-3СТ-33-Ч-4СТ-160 УК РФ Организация Растраты. Сроком по 23 марта 2022 года, говорится в сообщении. Уточняется, что Ебролидзе не признает своей вины. Бизнесмен считает, что его оговаривает другой фигурант, Эльдар Дыгов, для того, чтобы уменьшить свою роль в преступлении. Обвиняемых задержали в конце ноября по делу о присвоении 2,9 миллиарда из кассы Констансбанка, в котором Дыгов занимал должность председателя правления, а Ебролидзе был одним из главных акционеров. Исчезнувшая сумма составила около 70% активов банка, из-за выявленной недостачи ЦБ отозвал у него лицензию в августе 2016 года. По данным следствия, растрата была организована Ебролидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года. При избрании бизнесмену меры пресечения 26 ноября следователь сообщил, что Ебролидзе мог участвовать в организации заказных убийств, на что указывает изъятая электронная переписка. Отдельно отмечалось, что в прошлом предприниматель отбывал наказание в местах лишения свободы и имеет обширные связи в криминальном мире. Александр Ебролидзе был основателем Констанцбанка в 1993 году и одним из его основных владельцев. В 2016 году под его контролем находилось около 40% акций. Семья предпринимателей Дыговых, по данным СМИ, также контролировала часть акций. Младший брат Эльдара Дыгова, Тимур, даже заведовал хранилищем банка. Среди активов Александра Ебролидзе, Аот Элеон, через которое он владеет пятизвездочной гостиницей на реке Мойке в центре Петербурга, ООС ТОТ, занимающаяся деревообработкой в Торжке Тверской области, и несколько других компаний. Кроме того, Ебролидзе известен меценатской деятельностью и возглавляет им же созданный в 2009 году Всемирный конгресс народу в Грузии. В мае 2009 года миллиардер заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.